Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть. Добрый вечер. Рад вас видеть также и приветствую всех телевизорителей. Будьте добры, проведите нам ликбез в этих расчетах между Россией и Китаем. В чем сложность? Действительно ли мы видим какую-то тенденцию к, скажем, ужесточению или усложнению быть, если точным, этих процессов? Объясните. В первую очередь надо понимать, что в результате всех этих санкций, в результате политики Российской Федерации максимального, скажем так, отхода от валют западных стран, вернее стран, которые Россия назвала недружественными, доля юаня на валютном рынке России уже приближается к 100%. То есть, если посмотреть данные о валютах в России за последние пару месяцев, то там юань, ну вот давайте так, то, что было в июне, 99,6%. Это доля именно юаня в валютном рынке. То есть, Россия оказалась в полной, полной зависимости от Китая. И, как многие говорят, что в случае, если Китай, а он это любит делать, в очередной раз решит обесценить свою валюту для лучших позиций на внешних рынках, для России это будет означать большие проблемы, поскольку там полностью ставка на юань. В то же время, банки Китая, они очень сильно зависят от сотрудничества с глобальным финансовым миром, и поэтому Банков Чайна, ведущий Банк Китая, заявил на прошлой неделе, или все-таки, по-моему, это было в начале июля, все-таки, что они не будут сотрудничать с российскими банками, которые входят, вернее, на которые распространяются санкции. А это примерно две трети банковской системы России. А это ведущий китайский банк, и более того, основные китайские банки, они также стараются минимизировать контакты с Россией. И сейчас уже Россия выстраивает отношения с, скажем так, более мелкими банками, которые находятся на севере страны. Но, как известно, центрами экономики Китая являются как раз и юго-юго-восток этой страны, уже никак не север. Соответственно, возникают проблемы элементарно с расчетами, и это приводит к тому, что буквально, опять-таки, где-то в начале июля заместитель главы Центрального банка России прямым текстом на одном из форумов говорил, что надо искать разные формы расчетов в международной торговле, поскольку денежные расчеты, они не совсем могут, скажем так, обеспечить необходимые результаты, надо переходить к более старым формам. И, по сути, он говорил о том, что надо бартер вернуть, надо натуральный обмен вернуть. То есть, знаете, мир от этих всех терминов уже даже начал забывать их, но вспоминаю только в учебниках истории. А тут зам главы Центрального банка России говорит, что нет, это надо вернуть, надо вернуть, чтобы не за деньги товары брались, а за обмен товар на товар, то есть исключить финансы. И получается, что Китай, несмотря на то, что он санкции против России не вводил, потихоньку вот этим своей политикой постепенного присоединения к, вернее, нежеланиям попасть под риск вторичных санкций, по сути, создает те же самые санкции на Россию. И сейчас в России есть проблема с тем, чтобы даже элементарно рассчитываться с Китаем в его денежной валюте, то есть и они. Ну вот да, я читаю, что опять-таки жалуются в российские представители консалтинговых компаний, что по их опыту банки ничего не запрашивают, деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад. То есть нередко бывает, что товар, который прибывает в Россию из Китая, из Китая отправляют только на условиях чуть ли не полной предоплаты, потому что они могут по два месяца ждать оплату себе на счет. Скажите, это может все-таки выйти на какой-то уровень катастрофы взаимодействия или нет? Потому что нас интересует, конечно, в первую очередь это, чтобы китайцы плюнули просто на работу с Россией из-за уж слишком-слишком неудобной формы сотрудничества. И из-за токсичности России, что действительно создает им проблемы. И, собственно, все вспоминали указ Байдена еще от декабря прошлого года. Там же суть была какая, что запрещается любым финансовым учреждениям в мире иметь отношения с российским ВПК, либо связанным с ними физическим лицам, но юридическим также компаниям. В противном случае этим компаниям запретят использовать национальную денежную валюту Соединенных Штатов Америки. Доллар с США – это основа мировых отношений. То есть от месяца к месяцу меняется их часть в мировой торговле, в мировых расчетах. Но если брать данные SWIFT, она не опускалась ниже, грубо говоря, где-то так 42%. То есть, как правило, она даже выше 50%, то есть больше половины международных расчетов во всем мире происходит именно в долларах США. Там евро – вторая валюта. Иногда евро падает, становится то фунт стерлинг, то китайский юань тот же. Но, по сути, они настолько далеки от доллара, что доллар – это основной лидер, и пока нет предпосылок, чтобы его кто-то заменил. Но когда был принят указ о том, что запрещено будет компаниям использовать валюту США, если будет установлена их связь с российским ВПК, то многие компании, в том числе и китайские, решили, что нет. Нам же доллары нужны в своей деятельности, поэтому давайте более тщательные проверки. Вот то, что жалуются российские субъекты хозяйствования, как раз о том, что китайские компании устраивают вот эти дополнительные проверки, чтобы быть уверенными, что нет связи с российским ВПК, либо около связанных с ним юридическим и физическим лицам. И это все приводит к задержкам, и это все приводит к тому, что товары не приходят в Россию. И, собственно, то, о чем уже кричит Центральный банк России, что на Россию надвигается очень даже серьезная проблема. Знаете, когда-то еще в середине нулевых годов я услышал такую интересную фразу, что тогда это говорилось о Всемирной торговой организации, что эта организация находится в стадии между кремацией и реанимацией. Ну, наоборот, реанимация и кремацией, намекая на то, что пациент еще жив, но там до смерти осталось недолго. Вот российская экономика, она, как и тогда ВТО, находится в стадии между реанимацией и кремацией. По той простой причине, что все сложнее чем-либо заниматься, сложнее покупать ибо с расчетами проблемы, и это в итоге выплеснется в большие проблемы, вопрос только когда. Тут все гадают, это будет в этом году, либо все-таки, скорее всего, в следующем году, но уж вряд ли это будет в более длительной перспективе. Ну да, здесь настолько важны сроки, конечно, в этой кремации российской экономики, этих невозможностей нормально рассчитываться с большими своими партнерами, и что уж сложно переоценить. Спасибо вам большое, Иван, за то, что объяснили довольно сложные процессы простыми словами, это всегда ценится в нашей аудитории, уверен. Иван Усс, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был в эфире «Фридома». Спасибо. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова